Шалом, дорогие друзья! Вы знаете, любимая моя тема. Любимая моя тема, говорящая в самой большой нашей силе о том, какая колоссальная мощь в нас заложена. Мудрецы говорят, что Ноах мог спасти весь мир, если бы молился за его, если бы просил за людей. То, что он не сделал, в общем-то. Мы, кстати, знаем из истории, что он потом переродился в Маше, мы об этом отдельно поговорим. Итак, Ноах мог спасти мир своей молитвой. То есть молитва обладает такой силой, что могла спасти мир от потопа, от всего, что еще можно сказать. Она выше добрых дел, выше принесения жертв, выше всего. Сказано, что молитва спасает человека от врагов и несчастных случаев. Именно в молитве мы чувствуем близость к Богу и можем просить его о прощении какого-то простудка греха, приближая тем самым окончательное освобождение мира, потому что именно наши деяния или раскаяния не приближают этот мир. Сказано в одном из трактатов Талмуда, что молитва способна изменить решение небесного суда, склонив строгость к милосердию. И мудрецы объясняют, что милосердие это одно из трех основ мира. Поэтому Ноах, который не помогал людям, подобно Аврааму, еще раз повторяю, что был вынужден вернуться в этот мир, перевоплотиться в Иосифа, который помогал людям и спасал их, а потом впоследствии переродился еще и Маше, потому что видно не все очистилось еще перед этим. Это большие тайны, мы должны их понимать. Давайте вернемся к молитве все-таки. Это величайшая вещь. Всевышний он абсолютен. То есть ему наша молитва, в общем-то, надо понимать, не важна. А эффект от молитвы он весь достается нам. Наши мудрецы вот сэкономили часть усилий, дали нам такие уже записанные молитвы, потому что человеку тяжело формулировать все дальше и дальше, когда он отходит от создания человека, у него мысли путаются. Если человеку надо задумываться, не надо задумываться, его как бы мозг освобождается. Но для чего? Здесь важно для чего. Некоторые начинают вспоминать срочные дела, поездку в кино. Короче, мысли бегают куда угодно. Поэтому все это не молитва. Это то, с чем надо работать во время молитвы. Главная идея, и не только молитва, это наше отношение вот к Богу. На самом деле, наше отношение к жизни тут определяется. То есть, Бог как бы персонификация окружающей реальности по отношению к нам. Если человек оптимист, то он любит Бога, благодарит его за что-то, говорит в молитве что-то хорошее. И наоборот, пессимист он свое отношение тоже операцирует на Бога. Но оптимистом-то жить здоровее, поэтому одна из целей молитвы стать оптимистом. Хорошая молитва, говорили мудрецы, это тяжелейшая работа. Но она щедро вознаграждается Творцом. И кроме самих плодов, которые она принесет, молитва это еще огромное удовольствие. Если человек когда-нибудь получает хорошую молитву, это невероятная вещь. Она дает какой-то, как сказать, свет зажегся, ясно начинает видеть цель какую-то, понимание пути. Еще раз говорю, еврейская молитва непростая вещь. Если мы владели полностью молитвой, нам ничего, вообще никакой армии не нужны. С одной стороны, она требует огромной концентрации, вдохновения. С другой стороны, точного произнесения слов, написанных тысячи лет назад. С одной стороны, чтобы нормально разговаривать с Богом, нужно быть как бы уединение. С другой стороны, без десяти человек, это молитва всегда слабеет. Молитва действует двояко. Она приближает Бога к человеку, а человек как бы поднимается к Богу. Очень важная дорога. Поэтому надо это тоже не забывать. Сказали мудрецы, что молитва, мы иногда неправильно понимаем там, выпрашивание и молитву. Молитва это не столько просить о чем-то Бога, сколько как бы приблизиться, находиться рядом с ним, прилипеться к нему. Многие люди, которые раньше готовились к молитве час и молились два, они просто совершенно новым человеком выходили из молитвенного зала. И вообще человек обязан хоть, ну если кто сейчас уже время такое, минуту хотя бы, да, но какой-то отрезочек времени перед молитвой настрой надо обязательно посвятить, иначе это невозможно так с жизни сразу раз и переплыгнуть в пояс молитвы. Вообще сказали мудрецы, что человек по-настоящему молится, знаете, когда понимает, что не может справиться с бедой самостоятельно. И к сожалению, так как Бог знает, что молитва это самое лучшее, самое сильное, то если мы сами этого не делаем, не обращаемся к нему, он вынужден посылать нам те или иные ситуации. Мы еще должны понять, что Творец знает наши мысли, для него вот все, что мы думаем, с чем мы к нему идем, как идем, он же все видит. Кого невозможно его тут обмануть. Поэтому мы просим там здоровья, заработок, успех и иногда удивляемся, что нам не отвечают. А разве мы просили? Мы так, в то же время думали так, а еще это и то, и все. То есть молитва, когда человек убежден, что для Бога нет ничего невозможного. Вот это вот очень сильная вещь. Я сказал Раби Соловейчи, когда человек молится и сам не очень верит в успех, так вот эффективной молитвы быть не может. Вообще сказано, что молитва – это искусство, которым владеют дети. Взрослые циничные, они слишком закалены жизнью. А вот в молитве человек должен верить в невероятное и абсолютно быть уверенным, что совершится невозможное. И как бы вот, если он пребывает в стадии, ну, я не знаю, такого либо абсолютного радости, либо абсолютного отчаяния, он обязательно прорвется, потому что молитва, она – это стрела. Надо пользоваться нашей вот великой-великой силой молитвы, брехавая слыха.